Главную чашу набережных Челнов обновят. На Майдане проходит второй этап масштабной реконструкции. Сейчас строители трудятся в самом центре площади, в ее чаше. Именно здесь разворачиваются основные действия всех праздников. Ремонтные работы на Майдане должны быть завершены до Сабантуя, который состоится 16 июня. Съемочная группа программы «Челны-24» узнала, какие изменения произойдут в самом центре Майдана и не только. Плохая погода не помеха. И в дождь, и в зной трудиться приходится в усиленном режиме и без выходных. До Сабантуя необходимо сдать объект в эксплуатацию. Эпицентром проведения земляных работ стала чаша. По словам сотрудников Майдана, площадь было решено запетонировать по двум причинам. В жаркие дни летела пыль на зрители, а в дождь площадь была в грязи. Могу сказать, что за 20 лет здесь в первый раз вот такая масштабная реконструкция идет. То, что вот вы, как сами видите, сейчас идет у нас заливка поля. Четверть поля уже залита. Покрытие – специально упрочненный шлифованный пол из бетона толщиной в 20 сантиметров. Его заливают так, чтобы он был с уклоном. На территории расположены несколько ливневых канализаций, поэтому лужи здесь не задержатся. Делаем вертикальную планировку под полы, под тротуар. На сегодняшний день у нас идут работы по устройству бордюров, по планировке земли под шлифованные упрочненные полы. Тут два полукруга, ну как футбольный стадион примерно. Такого плана. Но трудятся строители не только в чаше. Кипит работа и за пределами круга. Специально к Сабантую строят вот такой своеобразный шатер. Он будет находиться сзади сцены в красивом живописном месте недалеко от леса. По словам сотрудников Майдана, после того, как праздник пройдет в набережных Челнах, конструкцию везут в Москву, где также отмечают Сабантуй. Но все-таки первыми его увидят жители Челнов. Оценить изменения чаши Майдана челнинцы смогут 16 июня в Сабантуй.